Брифинг начался с приятной новости для будущих мам. В областном перинатальном центре, который готовится к открытию, будет работать специалист службы ЗАГС. Он проконсультирует роженицу по широкому кругу вопросов, а при выписке из роддома в торжественной обстановке вручит свидетельство о рождении ребёнка. Для тех, кто рожает не в браке, можно будет прямо в перинатальном центре установить отцовство новорождённого, чтобы в свидетельстве о рождении не было прочерка и даже подать документы на регистрацию брака. Там у них есть дни, сестринские дни, когда они дают консультации, как кормить ребёночка, как пеленать, как там это. С ними работают. И мы в том числе. Наш сотрудник будет как сотрудник перинатального центра. И он будет им рассказывать правовую базу. Вот мама-одиночка, да, ей надо отдельно рассказать, что ей нужно для того, чтобы зарегистрировать ребёночка. Количество разводов по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось, отметила Раиса Чекмачёва. Хотя незначительно. Около трёх тысяч пар в этом году связали себя узами гиминея. Увеличение стоимости развода, а точнее госпошлины, до 30 тысяч рублей, о чём говорилось ранее, не будет. Госпошлины остаются прежними. 650 рублей с каждого за расторжение брака и 350 рублей за регистрацию. Однако с 1 января развестись будет сложнее. Будут увеличены сроки значительные по обоюдному согласию и по решению суда. Сотрудников службы ЗАГС уже не удивляют двойные имена новорождённых детей. В этом году в Липецкой области появились на свет Нина Ангелина и Роза Мария. Среди редких имён Сварок, Тахмина, Евангелина, Аврора, Мия, Виталина, Агата, Николь, Лука, Лаврентий, Назар. А вот для смены своего имени или фамилии с начала года к сотрудникам ЗАГС обратились 186 человек. Татьяна Фёдорова, Максим Лесников, Липецкое время.